Онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платёжных систем. Dota 2 и Hearthstone, Counter-Strike и StarCraft, World of Tanks и League of Legends. EGB.com. Ты точно знаешь, кто победит. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами по-прежнему Друг и Каспер, и мы продолжаем смотреть Danish Bears, продолжаем смотреть No Digity, решающая третья карта. Да, я не ожидал, что до неё дойдёт команда No Digity. Были проблемы у них, и они прослеживаются уже последний период. А теперь, видим, собрались. Новая эра для эры. В принципе, заработал наконец-то Керри Войт, о котором я так много мечтал, когда играл в сутежи пабы, и, видим, зашло. Но, опять же, не одним войдом выиграла команда No Digity. Теперь вот продолжение, я так понимаю, должно быть у них от этой плюс-морали. И, наверное, вернулись из этой ямы, в которой находились так долго. Да, всё верно. И морально, в первую очередь, наверное, должны были восстановиться. И мы видим то, что стадия драфта у нас уже в самом разгаре. Бесмастер, Виз, Блено, Дигити и Danish Bears забирают себе Найт Сталкера и Джекиро. Вот Найт Сталкер от Хэстеджи Роттена. Про него там много даже писали другие профессиональные игроки, которые смотрели за той игрой, потому что у Сталкеров в том матче, в последнем, в котором Хэстеджи Роттен играл на Сталкере, был что-то КДА в районе тридцатки, так, ни много ни мало. И, ну, не знаю, мне будет любопытно посмотреть, тем более, что уже есть, например, Висп, который Сталкера достаточно сильно боится. И по банам у нас уходит Инвокер, Энигма, Тинкер и Рейзор. Также уходит Алхимик, Дарксир, Тимберсул и Ледионочка. Да, повторяют серию банов первых двух команды Найт Дигити. Это Алхимик, это Дарксир. Алхимика мы всю третью игру увидим первым баном. Научила их последнее противостояние, что не надо давать в руки пингвинчику этого персонажа. Ну и Тимберсул наконец-то забанили. Сначала Дарксир, который в первой игре потрепал сильно команду Найт Дигити, отправился во второй игре в бан. Теперь, видимо, Тимберсул. Третий раз не дали забрать. В команде Дэниж Бирс Джакира тоже, кстати, в том противостоянии был. И ему вручил бингвинчик Аганим, причем довольно-таки рано. Теперь не будет Алхимика и доживет ли, не доживет. Посмотрим, Вич Доктор не дожил до Аганима. Не, ну тут пока, я смотрю, для Сталкера вообще ситуация очень хорошая. Во-первых, я так понимаю, Сталкер это у нас будет... Какой вообще Сталкер? Потому что это также Джакиру Бэйн еще имеется в наличии. То есть у нас были ситуации абсолютно разные. У нас был и Джакира в легкой, который ставил против бестмастера в соло. И хорошо с этим бестмастером разбирался. Также у нас были Джакиру и в мидле. Такие тоже у нас ребятушки были. Пока вариантов действительно очень много. Ты на кор-позицию видишь Джакира, да? Ну да, мне кажется, он тут будет действительно кором. То есть и вот Сталкер Бэйн, какие-то два таких вспомогательных персонажа. Скорее всего. Хотя, возможно, будет и иначе. Ну что ж, еще два пика. Да, это Тинни. Скорее всего в центр. Тут теперь, знаешь, двоякая ситуация. Тинни плюс Висп разваливают Джакира моментально. Мы это прекрасно понимаем. Если отдадут ему кор-позицию, да, и он стянет на себя много денег, фарма, то как бы это в пустышку не превратилось. Потому что если Десантура на Джакира свалится, получается все деньги, все артефакты, которые Джакира выформил, просто разлетятся с одного прокаста Тинника плюс Виспап. Боюсь, тут, знаешь, скользкая дорожка у Денишбирс, если кор. Они могут вообще попробовать даже даблой какой-то отправить этого Джакира Бэйна, если это будет, например, центр. То там будет интересный махач. Потому что, с одной стороны, есть Джакира Бэйн, который с хорошими статами и два рейндж-вика, которые очень неплохо плюются. А с другой стороны, есть Виспкини, которые до третьего уровня не делают вообще ничего. То есть они ничего не могут организовать, никак не могут никого убить, естественно. То есть тут игры разума будут очень серьезные. Именно на стадии лейнинга. Ну, поглядим, как реализуют своих персонажей. Что же у нас тут? Четвертый пик теперь уже от Денишбирс. По-прежнему непонятные, относительно непонятные их линии. Возможно, этот пик несколько прояснит ситуацию. Ох, скульно бы. Найт Сталкера в мид, фазы, вангвард, доминатор. Поехали, поехали. И у Вани слезы просто. Как там, ПТ-урно вангвард, поехали. Да, 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 да. Ну, уже время прошло, и Танайт Сталкера на других позициях. Но смотрим, четвертый пик команды Денишбирс хоть как-то приоткроет занавесно то, что они придумали. Если они, конечно, за голову сейчас не взялись и думают, вот это мы придумали. Вы напикали какой-то фигни. Ну, Клинкс нарисовался, тоже хороший убийца. Вот вообще, если обратить внимание, видим то, что и Сталкер убийца, и Клинкс убийца, и есть кого убивать. То есть Висп Леон, это два мягчайших героя. Да, захитили саппортов. Угу, саппортом будет очень тяжело. Ну, в свою очередь, самих мишек тут ловить, наверное, не так-то уж и легко. Вернее, убивать не так-то легко. Сталкер бегучий, Клинкс тоже. Вообще, вариант хороший. Клинкс-то после приобретения БКБ он и Тени не особо ощущает. Да. На самом деле, все эти раскасты, это так. Просто для антуража Клинксу. Так что и от реализации во многом будет зависеть. Эмбер Спирит от Ноут Дигити. В баню, и последний бан от Дениш Бирс. Кого же они боятся, как керри-героя? Сейчас узнаем. У меня само, на самом деле, любопытненько. Будут ли... Да нет, Войда, наверное, не должны убирать из прошлой игры. Все уже. Ну да, в принципе, все милишники тут особенно... Не развалишь в этом куполе. Ну да, 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 да. И опять же, Бесту, я думаю, отдадут Харду, наверное, Ноут Дигити. Скорее всего, это на Изи. Кто-то должен быть с Леоном в пачке. Нага! Ага, вот так вот. По грязи решили. Вернее, Даниш Бирс решили, что по грязи пойдут Наут Дигити. Убрали эту Нага Сирену. Ну, один Абус уже есть. Тинни плюс Висп. Второй Абус Нага... Ну, Нага Висп тоже достаточно мощно выглядит на некоторых этапах. Поняли, что без принципов Наут Дигити. Готовы пойти на все ради победы, да? Играть самыми грязными персонажами, самыми грязными стратегиями. Ну и, кстати, Нага это как раз действительно часть стратегии с тем, что ты используешь ульт в Слип в одной части драки. В это время Тинни Висп улетают к вам на базу, ломают вам одну сторону. И, соответственно, когда Слип заканчивается, эти два парня возвращаются и продолжают драться. Там либо убегают. Вот это уже на совести, собственно, каждого из игроков. Так, ну и... Прямо заинтриговали Дениш Бирс своим последним фиком. Да, что-то они сами себя, возможно, заинтриговали. Гира, квапа. Угу. Так, и что это у нас получается тогда? Смотри. Тогда получается, это Клинкс в легкое и Сталкер Джеки Росфуд сложное. Как-то так, я не совсем понял, как они собираются расставлять свои линии. Не, ну, скорее всего, так и будет. Да, Бейн там где-то с Клинксом потусуется против Бисмастера. Да, Джеки Росфуд цеплять будет через, в принципе, замедление Найт Сталкера. Та же замедление у Джеки Росфуд можно где-то и напинать под Ликвид Файером. Вполне может быть. Но то, что Джеки Росфуд не будет фармить, я думаю, процентов на 90, да. А вот или нет? Смотри, смотри, если они пойдут вместе со Сталкером, то Леон там не совсем будет воином, потому что он получает действительно Ликвид Файер, он получает какой-нибудь Войт от Сталкера, и всё, в него вгрызаются два очень пилотных героя. То есть это должен быть либо какой-то супер жирно-активный, ну, скорее активный даже, какой-то супер-активный керри. Где, кстати, Сларк вообще делался, не совсем понятно, но ладно. К нему мы вернёмся, возможно, несколько попозже. Забыли, Дениш Бирс просто команда забывания. Они забыли про книги, так достойно о хай-граунде, на протяжении 10 минут. И Сларка не вспомнили, а Сларк бы тоже мог зайти. Но опять же, они мидера хотели. Видимо, что мидера они... Ну, этим-то да, но вот нижние тоже что-то пока немного подзадумались. Конечно, это может быть и Виспкини вообще в лёгкой стоять. То есть они, возможно, сейчас тоже центрального себе бойца пытаются выбрать. И, ну, если это центральный боец, то это варианты всё те же с паками, но пак очень сильно боится сталкеров. В некотором смысле, контрит Квапу, но если у Квапы появляется Орхит, то он её и боится также одновременно. Селёдочка, кстати, могла бы зайти против Клинца, подсветить его, и чтобы хоть какой-то контроль был. Ну и опять же, как Керри герой тоже мог бы впачку. Врыв есть, агрессия есть, Даггер появится, там Тини с Виспом. Нух! Это Шторм Спирит, действительно Шторм Спирит. Всё-таки вот этот план с Виспом Тини, ну, скорее всего, в лёгкой. Он действительно так и получится. Они просто будут чуть более уверенно стоять против сталкера Джакира, если те к ним придут вдвоём, да. И, ну, по сути, очень любопытный драфт. И Шторм, наконец, появился. Я уже очень соскучился за Шторм Спиритом. У нас обычно он всплывает только, если какой-нибудь там Сумаилыч катает, а остальные брезговали брать этого героя себе почему-то. Хотя герой вроде бы неплохой, на самом-то деле. Классическое противостояние, наверное, прошлого или позапрошлого года. Квапа против Шторма, центральная линия. По-моему, всё будет очень интересно. Ну и опять же, тут команда и одна, и вторая на грани, во-первых, выхода дальше, а во-вторых, вылетов лузера нашей группы Б. Пока ещё лузера, пока ещё лузера. Пока что не совсем на вылет играют эти коллективы. Но в любом случае, всегда хочется наименьшим путём идти, меньше игр сыграть и, естественно, оставить себе чуть больше времени на отдых, на тренировки, ещё на что-нибудь. Ладно, поехали. Давай пройдёмся по игрокам. У нас за No Digity Синдрен будет играть на Лионе. Эйра мы видим Тини на Шторм Спирите Койква. Висп от Ябзора и на Бестмастере Кезу. Команда Дэниш Берс. Это Эйс на Клинце, это Пингвинчик на Квин оф Пейн, это Хестиджер Роттен, играющий на Найт Сталкере. Райс забирает себе Бэйна. И Ноя будет играть на Джекира. И вот теперь уже понятно будет всё-таки саппортить Джекира. Или непонятно до сих пор. Ты запутал меня перед матчем. И вообще теперь не знаю, что с этим Джекира делать. Ну вот, поэтому и много у меня тоже было интересных вопросов. Потому что ребята и эти конкретно, и в принципе на квалификации много разных команд, играли абсолютно разными стилями с этим Джекиру. И сейчас, возможно, мы вообще увидим какой-нибудь трипул сложный, который пойдёт просто пытаться, ну, не хотя бы не разваливать, но немножко поджимать этого виспа Тини. Потому что Тини всё-таки весьма пассивен там первых 2-3 уровня. Висп — это вообще эталон пассивности. И, соответственно, Леон есть только там с никакой обилкой на замес. Так, ну ладно, пошли у нас, пошли пока что драться игрочки. Висп, кстати, не с Тиником. Тиника с Леоном в паре отправили. А Висп у нас пока гуляет рядом с Койквой на центральной линии. Вдруг какая агрессия будет? Странное решение. Висп без Тини. Что это такое? Сломали систему просто игроки и команды No Digity. И у нас Райс уже в спину обходит Кезу. Неужели с первого левела будут пытаться развалить его? Пока просто разминают демоджа. Не особо вливают в бестмастера. Но то, что не комфортно здесь... Ой, а вот это Кезу зря повернулся, наверное. Да, он ещё получил лишних пару тычек. Ну да, вроде бы урона немного, но вот всё же неприятненько. Приходится лишние тангуса тратить. Вот касательно Виспа, просто фишка в чём. Я как раз про это и говорил на старте драфта. Это то, что Джакира плюс Найт Сталкер, они совершенно спокойно стоят двоём сложно. Если против них там два героя, например. То есть под Виспом, гипотетически, их могли там немножко поджать, как-то пригнобить. Сейчас же Леон подойти не может, потому что, ну это просто сладкая булка, что для Джакироса, что для Сталкера. И таким образом Тини, мы видим, тоже не особо получает здесь фарм. Хотя под вышкой, возможно, ещё и подобивает здесь Крипчиков немного. Но тут немного другая расстановка приоритетов пока что. То есть пока что цель это, чтобы Койква имел хороший старт. Да, причём упор сделали на сразу несколько сильных линий. Это и Койква, конечно же, это и Тини, который левел будет получать. И видим, что Кезу, как бы его ни пинали, Бистмастер сам по себе герой плотный. А с появлением левела рано или поздно у него там нормально всё будет по ХП. Но к этому моменту Эйсу бы неплохо было уже какие-то артефакты стартовые получить. И вообще агрессия не прекращается на него. Ну и видим разминку на нижнем лане. Ох, Эст Джирот, она получала на Сотер, выбрасывает его как можно дальше. И получится ли добить, демеджи вливают. Но на самом деле есть шансы выжить. И он юзает хилинг селф. И таким вот образом не убили его. И последний подкоп от Синдерена. Перевыпендривался. Да, реально перевыпендривался этот воид. Вообще был непонятен ни капельки. Ну зато есть приятный плюс в этом выпендривании. Джакиро сейчас говорит, молодец, братюнь. А хотя нет, нет, нет. Успевает прилететь сюда сталкер. Я хотел сказать про то, что фарма будет у Джакиро здесь просто невероятнейшее количество. Но в итоге поучаствует сталкер в этих забегушках. Да, да, да. И можно будет немножечко пофармить крипцов. Ну, экспу получает. Хорошо, что саппорт плюс даблы на сложное. Это то, что один из саппортов не страдает у нас по недостатку экспириенса. Хотя бы, как-никак, ноя может и ликвидфайр. Здесь уже, видим, дуалбресс появляется. Ты знаешь, саппорты, которые ходят вардят полыгры, а потом на 20-й минуте 5-го левела. Шейкеров, вот вспоминаю, раньше они постоянно были бедняги. Потому что, ну, как раз тот тип суппорта, который фармит не очень хорошо. И, ну, просто у него плохие дела вот на старте, в середине игры. Если он там быстро себя аркана не выформил, он вообще бедняга. Бегает, побирается по карте. Ну, у нас в центре интересная также тусовочка. У нас 15-3 у Шторма, 11 на 2 у Квин оф Пейн. Ну, основная ставка, естественно, делается именно... Ой, какая была интересная попытка закинуть там либо Джакира. Ну, в данном случае, да, именно Джакироса. Ну, вот если бы Джакироса подвышку забросили, конечно, это был бы фраг определенно. Но там вот 50-50. Вообще, кстати, Найт Сталкер показал, что если он не будет ошибаться, то его не так-то просто пробить руками. Экспы, тем более, он будет больше получать. Все-таки против триплы стоит. Я думаю, что основная цель это все-таки Джакира. Он помягче, как парень. Ну, и Синдерен. Все-таки поймал Хеста Джеротона. Ира готов насыпать. Эра насыпает, еще и тоснули Хеста Джеротона. И вроде бы, да, вроде бы все вкастовали. А вроде бы и не хватает Хеста Джеротона. Неужели это будет даблкил? Нет, это все-таки не даблкил. По одному разменялись. Саппорта разменяли на кор-героя, на хардлейнера. Команды Дэниш Берс. И, ну, Диггити остаются в плюсе. Ну, и плотный Найт Сталкер. Очень плотный. Если бы они вот так вот в линию не встали, то и второго бы персонажа забрали, этого Леона Злополучного. Конечно, да. Тут получилось, как в Counter-Strike зачастую выходит. Просто в один ряд встали и подставились. И игровой момент был профукан. Но проиграна битва, но не война. Мы видим, что Хеста Джеротон уже ночью начинает немножечко напрягать все же. Там какой он третий, ну, почти четвертый уровень он получил. Хотя старт у этого Сталкера, я бы не сказал, что прям совсем заоблачный. Ну, обычный, там, 1200 золота на творчестве он своего имеет. Ничего сверхъестественного. Так, и в центр у нас прилетает пока что курочка. Курочка с бутылкой. И бутылка также улетает у нас пока домой наполняться. В общем, в этой игре, конечно, чуть более пассивное начало, просто потому что, ну, единственный экшен, где может происходить, он внизу. Собственно, весь мы его и наблюдаем с вами периодически. Кезу, кстати, изгнали с линии, вынужден переходить сюда на секрет шоп. К счастью, Valve ему позволяет с недавнего времени это себе делать. Ну, и зарабатывает экспериенс, бейсмастер уже четвертый с копейками. И при этом оставляют на фрифарме Эйса который раз. Прошу заметить, третью игру подряд Эйс стоит на фрифарме. Здесь хотя бы что-то попытались сделать без ста, отправили туда помешать. Ну, мы попробовали. Нет, нет, ладно, пойду опять в лес. Но факт остается фактом, мейнкерри фармит без каких-либо проблем. Ну, да, интересно, что потом с этим Клинксом делать, потому что если он соберет себе Орхид, то это... Ну, Шторм будет очень сильно страдать от Орхида. Также будет страдать... Ну, во-первых, у нас тут выход очень хороший в центр на Койкво. Да, Висм не успевает его захилить. Но вообще вот у Пингвинчика Мана не хватало на ультимативную и были очень близки к провалу здесь в мидле сейчас у нас Даниш Берс. А, ну, в итоге счет 2-2 становится. Пока все более-менее ровненько. И вот он Эйс. Смотри, уже вышел на тропу войны, уже ищет Виспак, который должен был бы тут от воды мутить. Ну, сейчас еще Крипчик подъест в итоге. Причем Клинкса-то мета соврем... Не мета, а патч поднял. Благодаря все тому же Блайтстоуну, который мы видим у него в этом билде. Это дополнительный буст. Это точно так же... То есть, бюджетная версия все той же медальки. Койку, кстати, зацепили. И по нему Сайланс. И Хесседжирот он не должен его отпускать. Ну и, кстати, может пострадать Найт Сталкер. Сколько раз мы уже видели, как он за свою наглость платит собственной жизнью. Найт Сталкер третий раз отправляется в таверну на размен очень даже выгодный. Вроде бы Койку не сильно тут пинали. Один раз до этого убивали, но вот второй раз уже так после шестой минуты. Тем более, что Койку уже какой-никакой левел получил. Это уже повыгоднее для одной Нишберс. Эйс, кстати, вообще не собирается уходить. Нормально здесь. Откатился у него Дэспакт, он еще одного жирного съест. Так вот, действительно, ему тут настакали большое количество Крипчиков. В итоге он ими просто лакомится периодически. Плюс еще различные суппорты, которые сюда приходят. Они просто боятся его, как огня. И это тоже немножко влияет на скорость фарма. Потому что, ну, ты просто не можешь свободно перемещаться. Вот видит сейчас Клинкс то, что Висп оказался на нижней линии. Тут же Джекки Рос имеется с Ликвидфайером уровня 3. Ну и вот Ябзор. Ябзор без эскейпов третьего уровня Висп. Девятая, точнее, восьмая минута у нас уже идет. И посмотри, появляется медальон. И вот сейчас огненные стрелы, медаль. Просто кошмар, какой сейчас будет урон. Да, он Деспакта ждет. И я думаю, Висп сейчас поймет всю мощь Клинца. Пять секунд. И ждем, ждем врыва. Еще и ТПшку перекладывают. Тут просто место освободить. Да, но я забрал его Хилинг Селф. И еще и Пингвинчик подтягивается. По-моему, эта Дабла сейчас должна пострадать. Тут сейчас все просто пострадают. Да, кидается медалька. Эра, в принципе, была готова к такому варианту развития событий. Но урона слишком много оказалось здесь. И еще и на обзоры нападают. Теста Джероттен вешает Сайленд. Заморозочка тоже неплохая. Висп лопается. Прилетает сюда Леон. Но, честно, от Леона здесь пользы не будет вообще никакой. Потому что уровень у него тоже не самый большой. Вот он Эйс. Эйс, которого, кажется, пока спасают. Да, убегает он просто на ноге отсюда. Казалось бы, дохлый Клинц, да? Но 1200 хп. Только что у него было, когда его пинали. При этом у него армора 13. И что ты будешь с ним делать? Вот попробовали. Попробовал ручками побить его саппорт. Леон, естественно, дэмэджа с рук нейми. Даже Праймал Роор у Бестмастера оказался бесполезен. Пока что Клинц. Головная боль команды. Ноу Диггити. Не только саппортов причем. Не только саппортов. Уже, да. Уже действительно не только саппортов. С появлением медальона все же его мощь, она очень сильно вырастает. И вот сейчас... Где этот Шторм Спирит вообще? Чем он занимается? Ага, вот он пошел на свои вот эти вот кемпы. Где ему настакали. И теперь... Тут есть два фрага просто бегающих. Правда, Клинкс второго здесь не заметил. Плюс он, вероятно, подозревает, что там есть Сентри Вард. Потому что, ну, не может быть такой халявы. Не могут на одном и том же месте, где этот Клинкс уже появлялся там дважды или трижды, не стоять Сентри Варки. А на самом деле это так и есть. Причем он съел всех толстых крипов здесь. Он еще и пришел и завардил. Это место, этот спот. То есть все, он полностью в наглую получил контроль над вражеским лесом. И будет, я так понимаю, готовиться к активной стадии переходить. Как только кто-то появится на карте. Может там висп стакать будет, как ты уже, в принципе, отмечал. Это одна из главных целей Клинкса. Там появится Сайвенс у него. И любые саппорты будут отлетать. А что там саппорты? Там Тинни по Сайвенсам на самом деле разваливается. Стрейв скоро пойдет уже в приоритет. Будет макситься. Я боюсь, что он вот так дать свободу Эйсу на Клинксе. Это была одна из главных ошибок команды No Digity. Но посмотрим. Еще будет. У нас нападение на Хезуль. Сейчас смотри на верхней линии. Его тут очень быстро убьют. И причем абсолютно не опасаются вот этих телепортов. Даниш Берс. Почему? Потому что, а кто там может прилететь? Там может прилететь разве что Леон. Но если ты видишь, что летит уже Висп, то все. Висп не герой. Для тебя абсолютно. Ты просто, будучи этим Клинксом, ты просто пробиваешь того персонажа, которого он пытается там спасать. Вообще без каких-то особых проблем. Синдерен тут малость подгорел. Но не слишком сильно пингвинчик прыгает с ножом. Классно в спину. В это время Эйри залетает. И тем не менее Квапу под Сивил Райс. Такой вообще он потный. Этот Бейн. И в итоге Квапа убивает все-таки Кроху. А здесь еще Леон пытается сделать Эйпау, потому что понимает, где-то здесь по-любому есть Клинкс. И вот, кстати, его здесь и увидели. Почему Кезу остается здесь? Вот это вопрос мне непонятный. Уже распинали всю команду. Все уже ушли там еле-еле ноги отсюда. Унесли. Ну и Кезу просто остается. Просто ребята, я пойду. Нас там двоих убили. Я сейчас пойду гляну. Пойду все проверю. А точно ли их там убили? Почему их вот убили? Да, пошел археолог просто причины выискивать. Серьезно. Судмин-экспертиза подъехала. Ну и отправили туда же Бестмастера. Это уже девятый фраг для команды Дэниш Верс. И видим, что еще и табор остается. Достается датским медведям. В целом, пока у них дела идут неплохо по фарму. Ох, ох, ох. Ты это видел? Да, да, да. Я вот смотрю, что они уже более пятитысячные. Творцы имеют преимущество. И по опыту точно такие же показатели практически. И вот теперь, как камбетчить из этого? Из этого можно камбетчить, если у вас Шторм хорошо засноуболит. Но Шторм здесь вообще ничего толком не делает. Против Шторма совсем скоро могут появиться Орхиды. Орхид у Квапы вот совсем скоро уже будет. И, соответственно, появится первая проблема. Кстати, вот Эйс подставляется. Эйсы здесь убьют 100%. Эйс здесь не жилец. Немножечко перегуляли Даниш Берс. И да, вот еще идет нападение у нас также на Бейна. Правда, все в кулдаунах. Но вот Шторм залетел и должен забирать этот минус. Когда ты говорил, что Шторм засноуболит, я немножко подумал, что это фантастика отдает. Причем даже не научный. Но эти два фрага все как-то на свои места оставят. Желаю, Шторм по 100 там поднимется немного. Ну, забрасывать все умеют. И пока что датские медведи очень хороший подарок Койкви сделали в виде даблкила. Да, очень много денег он в итоге заработал. Вот я смотрю, он там 412 золота за Клинкса получил. И там еще 234 единицы золота за Бейна, соответственно. То есть он там поднял себе 600-700 голды. И сейчас, я не знаю, правда, во что он будет собираться. Вообще тут линкен сфера очень неплоха, может быть. Но, честно, я бы покупал, наверное, Блэк Кинг Бар. Потому что одной линкой здесь не обойтись. И линку тут есть чем сбивать. А вот БКБх может быть действительно пополезней. Только, конечно, ему статы бедняги нужны. Но тут, опять же, как пойдет. Я думаю, как ситуация будет развиваться. Если все-таки Новодигити смогут доминировать в ближайшее время. И деньги будут появляться. Тогда, наверное, и подерутся. Ну что, Эру зацепили. Сразу же Прайм Алрор в Ноя. Чтобы не было возможности дожидать Макро Аперу. И еще у нас Фин с Гриппом зацепили Кезу. Минус 2 уже делает команда Дэниш Бирс. Потеряли только Джакира. Ну, размен для датчан более-менее выгодный. Саппорта. Разменять на саппорта и Хардлейнера. Ну и не хотят уходить отсюда. Есть чем заняться. Ну, кстати, да. Кстати, очень интересный такой момент. Квапа, в принципе, безултимативный. Поэтому в полную силу драться не может. Бейн тоже все потратил. Поэтому если сейчас Эра какого-нибудь Бейна найдет, например, вот такого вот, он ведь его и убить может ненароком. Хотя Вис, Вис Релокейт нажимает и успевает улететь. Ну вот, хотя бы по этой причине. Возможно, не стоило здесь оставаться. Но, с другой стороны, Дэниш Бирс забирают вышечку. И получают лишние деньги. Которые, как я уже часто говорю, лишними быть не будут. И смотри, что получается. Получается то, что Шторм Спирит покупает все-таки себе Point Booster. То есть это, ну, возможно, будет какой-нибудь Бладстоун. Но, сразу же есть один вопрос. Что делать, если ты поймаешь Орхид, Сайленс, не знаю, там, Слип, Заморозку, что угодно. Вот просто что угодно. Ну, хотя бы Орхид или Сайленс. Потому что Сайленс у Сталкера еще кидается с какой-никакой анимацией. Его надо там, ну, умудриться поймать. Но Орхид Квапы, он просто моментальный. А Шторм под безмолвием бесполезен. А я, знаешь, как думаю. Мне кажется, что, возможно, Койква Ченжлок Патч читал. И, возможно, это вообще агоним будет. Инициация от него ведь неплохая. Он может давать на лету уже. Да, да, да. Это крутая штука. А там уже Висп с Тинником может раскастоваться. И, опять же, контроль есть от Беста. Есть контроль от Тини. Виспа нет, в принципе, пока ближайшие 30 секунд. Вот, может, все-таки в Абанк будут играть и так вот инициацию себе на Удигите организуют. Агоним, он на самом деле на Шторме реально очень классный. Вот сейчас Шторм подлетает. Не видят пока что Джакира. Вот, подсветили. Увидели. Увидели здесь Джакироса. Начинают его здесь пробивать. Ну, на месте Сандерена хотел сказать, может, палец стоит выдать. Но, нет, палец он не выдавал. Еще один Ремнан ставится. Тут Мека у Нои. И должны, должны здесь убивать сейчас этого парня. Хотя Сайленс. И в итоге промахивается у нас Сандерен. И вынужден улетать отсюда Шторм. Джакира так и не убили. Ооо, еще и Койкву поймали в итоге. Как же так получилось. Так вот, что я хотел сказать. Просто зажали. Зажал Вортекс Шторм. Ну, потому что, ну, Джакира, зачем Вортекс с него давать? То есть, мало того, что я обычно горю от Штормов, которые его не качают, этот Вортекс. Меня прям аж припекает. Я до голосовых связок прогорел только что, поэтому ничего не говорю. Просто слушаю тебя на самом-то деле. Да, вот. И сейчас, то есть, он просто зажал это заклинание. И в итоге Джакира просто выжил, а два героя просто погибли как-то так. Так, взять и отдать мидера саппорта, ну, я, честно говоря, не знаю. Так ли дорого мана стоит, чтобы ее зажимать? Ну, и у нас, скорее всего, отвалится здесь Эйс. Прилетает Висп и Тинни. Подбрасывают Эйс. Подбрасывают у нас... Аквол, кстати, не умирает Бистмастер. Кезу на развороте еще решил. Нет, Кезу, Кезу хорошо отсюда скрылся. Ой, да ладно, Леончика закинули. Очень крутенько получилось. Еще и Хекс, возможно, будет. Там еще и Эволанщ будет буквально через секунду. Джакир опять этот смек и пришел. Да отстань ты, Джакирос хорошо подкинул Джакир. В итоге еще и Эра на Найт Сталкера. И Найт Сталкер погибает. Но тут 2 в 2 при этом... Не, герои неплохие погибли у Даниш Берс. Тинни, конечно, потеряли очень досадно. Но Тинни погиб последним. Поэтому он там как раз все бонусы и получил. Плюс Леона качнули хорошо. Да, по голде в плюсе они проигрывали плотненько так по графикам. Поэтому файт в пользу команды NoDigity случился. Просто в такие размены им на руку. Мы прекрасно это понимаем. Даже то, что потеряли вроде коров, тем не менее... Тем не менее, тем не менее, это все им в плюс. Ну, Койква меня расстроил в прошлом файте. Вот в этом Закидоне, который был под Т1. И по-прежнему не ясно, что будет покупать. Будет ли этот Даггер? Ох, Тинни решил больше дэмэджа вносить. Кстати... Это Сейбр. Какое решение неплохое-то с его белым дэмэджем? Ну да, Сабля вообще очень хорошая штукенция. Вообще, Сабля на таких героях, которые могут выдавать хороший урон, причем со сплэшом, это здравая затея. Так у нас тут Леон в это время на нижней линии погиб. Так вот, что я хотел сказать. То, что Сабелька, конечно, забавная. Вот это Эхо Сейбр. Но пока ведь она вообще толком-то ничего не делает. Возможно, стоило начать, я не знаю, с Аганима. Хотя Аганим тоже толком тебя не бафает. У нас тут опять на топе вылазка. Опять нападает Тинни. Опять нападает на Райза. Райз себя спасает. Еще разочек его подбросили. И Бэйн опять успевает отпиться. Да, это опять смерть для пары пацанов здесь. А Койква, что ты сделаешь? Ничего ты не сделаешь. Просто вынужден улетать. Опять Койква. Опять Вортекс у него не в кулдауне. То есть опять он его жмет. Опять какая-то ахинея. Погибает Курьер. Погибает Хезу. И это минус 3. Вот тут уже просто совсем посыпались. Если до этого можно было сказать, да ладно, там где-то что-то какая-то небольшая ошибочка. Можно там списать на то-то и то-то. То сейчас, когда уже ребята начинают проигрывать 12 тысяч, при этом в их стиле игровом ничего не меняется. Все так же Шторм залетает, не нажимает кнопки. И люди продолжают кастовать заклинания. Я бы хотел отметить, какой же потрясающий КПД у Ноя. Во-первых, эти фраги, этот байт на топе. Потом он собрал, пошел себе спокойненько поформить на топ, собрал Мекку. Сколько раз Мека спасла ему жизнь. Только что он спас Бэйна, который, казалось бы, не жилец. А в файте на центральной линии он себя спас. Там удалось Тинника забрать. Вообще Ноя отыгрывает на Джакира. Просто прекрасно. И так все сложилось, что этот персонаж пока нереально крутой КПД имеет. Тем более, как для саппорта. Тем более, как для саппорта, которому не особо давали там где-то что-то выфармливать. Сейчас будет 11-й левел, и Макропира помощнее станет. И, гляди, он еще и ДДшником станет, а не только ходячей аптечкой. Пока что датчане действительно доминируют. И графики подтверждают этот вопрос. И Эйс, вот мы говорили, его оставили. Что потом с ним делать, непонятно. Он же не оставит в покое команду на Удигите. Дезоль, Медальон. Да, это Дезолятор с Медальоном. Они просто сокрушительное влияние оказывают что на Тинни, который, казалось бы, очень жирный. Но это не совсем так, потому что 2 единицы бронитом родного. Плюс мы видим еще 2 единицы бонусом. Как-то четверочка смотрится здесь не очень качественно. Квапа покупает себе БКБ, поэтому ее здесь будет поймать достаточно тяжело уже. Хотя, вроде бы, Бесмастер есть, но в этот Блокинг Бар хотя бы пробивать перестанут нормально. Или он уже будет не так классно ловить ее. Плюс Леон, естественно, там без блинков возможных. Так что и инициировать пока еще не с чего. Вообще хотелось бы отметить... Да, хотел бы отменить игру Пингвинчику. Вот он сейчас и выйдет то, что Койква еще даже не придумал. То есть он до того, как Койква что-то пытается на Шторм Спирите там сообразить, то ли это будет Аганим, то ли это еще будет какая ерунда. Квапа уже готова ко всему, что в принципе, да, ее визави там, ее медлейнер может предложить. То есть, ну, тут Перефарм дает о себе знать. Но в целом Пингвинчик, по-моему, третью игру подряд уже переигрывает, как ни крути, Койкву на центральной линии. Так вот, в том-то и штука то, что Койква, при этом находясь вот в позиции догоняющего, причем очень сильно догоняющего, он, ну, толком мер не предпринимает. Я не знаю, что он сейчас вот купит из этого поинт-бустера. Но, в принципе, если так посмотреть, оба варианта, которые можно реализовать, да, это... Ну, с Кади вряд ли, конечно же. Это, то есть, либо Аганим, либо какой-то там Бладстоун Октарин, которые, по сути, являются, ну, одним и тем же, хотя на Шторме Бладстоун, наверное, выглядит все-таки покруче. Так вот, это не решает проблемы с Квапой, со Сталкером, с остальными героями. То есть, абсолютно никак. Он все равно поймает этот Сайленс и будет умирать. Да, и Бладстоун здесь вообще, я практически не вижу его. Я думаю, что как ни крути, грани пошла у команды No Digit. Ну, они вроде в адеквате. Мы же понимаем, что их просто гоняют, их убивают. На Бладстоуне сейчас купить Бладстоун, это с одной единственной целью, слить на нем заряды. Пока что Койква не боец. Ну, с этой задачей он может справиться просто на пятерочку. Поэтому, да, если он идет целенаправленно к ней, то, конечно, у меня плохие новости для команды No Digit. Но я все-таки думаю, что это будет агоним, и будут сейчас экспериментировать игроки команды No Digit. Ситуация как раз для этого. Потому что пока они в неприятной ситуации, и Дениш Бирс не останавливается. Да, если не сейчас, то вообще когда это можно делать? Так, пошла у нас тут заморозочка, но ее тоже малость подсветили. Вышка горит, Койква улетает на базу. Ну, вот сейчас у нее там есть три с лишним тысячи. Может, посмотрим, что он там себе будет покупать. Нет, пока еще ничего не берет. И да, вышка в мидле разрушена. Я не очень понимаю, зачем Койквю байбэк? Байбэк для того, чтобы не дать вортекс, да? В очередной, чтобы второй раз не дать вортекс, или если он просто... А, он наконец-то начал тратить деньги, да. Ну да, это будет Бладстоун, теперь это уже окончательно понятно. Там Соларинг появился, и Кезу умирает. Но тут, конечно, да, из базы выходить вариантов практически никаких нет. И... Ну, тяжело фармить в таких вот условиях. Даже Шторму будет очень тяжело, потому что Клопа все-таки с прыжочком, сразу же Орхит и домой. Кстати, Эйс на Синдерена врывается. Три удара понадобилось под Солар Крестом Эйсу, чтобы развалиться аппорта команды на Удигете. Мы говорили, что будут проблемы, но это даже под определение проблемы не попадает. Сейчас Эра, по-моему, также должен пострадать. Еще и на перерез идет Пингвинчик. Сайенс пошел по Эре, и Эйс два удара. До свидания, половина ХП большого каменного парня. Это минус три в разных частях карты, датчане в разных, абсолютно разных. И все эти фраки сделал в итоге Эйс. Да, и посмотри, посмотри, сколько деньжищ в итоге в плюсе сейчас в Даниш Бэрс. Почти 20 тысяч нетворса они ведут. Отыгрывать эти 20 тысяч, мы уже говорили, вообще непонятно, каким образом можно. Ну, только если ошибутся сейчас сами мишки. Пока что мы видим, ошибаются вот эти вот ребята. Да, бисмастер, вообще непонятно, что сюда пришел. То есть, чувак, к тебе идет пять человек. На что ты рассчитываешь? Из них один зачастую прямо у тебя в тылу. То есть, ты никак от него не уйдешь. В итоге был потрачен Праймал Урор, у которого кулдаун, извините меня, 80 секунд сейчас. И все, а у тебя эти 80 секунд будет база гореть. Дружище, к чему ты так поступил? Это не первый раз внизу вспомни его мув. Он как-то, знаешь, борется за звание самого любопытного героя на карте. Ну и обзор у нас. Просто лопнул бедняга Висп. Сразу же байбек от него. Эйс пытается поймать Койку. Койква под Сайленсом, но ножками старается отсюда уйти. Финс Гриб поймал Койква и Пингвинчик не жалеет. В итоге здесь Соник воева. Кое-как Висп унес Тинни, но от этого сторонения легче. И, скорее всего, все пять живых игроков датского коллектива должны как минимум одну сторону забирать. Но, боюсь я, что аппетиты у них пожестче и вряд ли они отсюда уйдут. Там еще Бэйн куда-то полез. Ну ладно, хорошо. Вернее, там Висп у нас залезал и Виспа очень быстро уничтожили. Да, четыре героя команды Даниш Берс находятся в топе Нэтворсов. Мы видим то, что Райс тоже скоро рискует обогнать Шторм Спирита. Ну и вот, тот самый Шторм Спирит, я про это говорил. То есть он влетел, сразу поймал Сайленс и все. А потом его еще и Бэйн с Грибом схватил. Вот он залетает, там телепортируется, все дела. Вот эти стандартники, эти врывы-абузики. Ну он даже, да, хотел сказать, он даже ботал, не нажимая на фонтане. Наверное, уже сдался морально. Так и есть, гуд гейм. Ну вот, третья игра абсолютно безидейная. Этот Шторм, который вообще не зашел 2-5, очень круто сыграл. В итоге и Клинкс, стоит отдать ему должное. Он вообще-то почти всю игру сделал. Ну. И Клинцу, и Эйсу, в который раз мы возвращаемся к этой проблеме. Дали свободу фармить. Он очень рано вынес свои артефакты, а Клинц это такой парень, которому немного артефактов надо. Медальон копейки стоит, он просто в любом распродаже, в любом магазине все по 50 можно его купить. Там копейки стоит тот же Солар Крест, который на Клинце позволяет, ну, унижать абсолютно саппортов. И обратите внимание на саппортов 0-6, 0-7. Они ничего не могут сделать. Мы про это и говорили. То есть, тут что Сталкер, что Клинкс в итоге очень легко с ними справляются. Сталкер, если в этой игре он не выполнял роль убийцы, у него статистика 0-4, но 16 ассистов. То есть, это был просто вот бегающий вард. Он в итоге все это дело подсвечивал, у него-то появился Аганим. Ну, так уже относительно поздно, но все же. Аганим появился, в итоге Клинкс ромил всю карту, вырезал этих Леонов, вырезал этих Веспов. Шторм был абсолютно бесполезен. У Шторма вот как раз за сноуболица не получилось. Единственный шанс, который ему тогда дали с двумя фрагами, он не использовал вообще никак. То есть, он начал собирать непонятный Бладстоун, который здесь был абсолютно неактуален. Даже не успел слить зарядный на Бладстоуне. Как бы мы не хотели этого, как бы мы не ждали этого момента. Не удалось, не удалось. Ну и что, по итогу? По итогу команда NoDigity падает в лузера нашей сетки B. И впереди у нас, ты объявишь, да? По статусу ты, наверное, объявишь. О боже, о боже, о боже, друзья. У нас впереди супер матч. У нас впереди Virtus.pro против Empire. Такой же формат, все тоже Best of 3. Победитель попадает на Мишек. Мишек, проигравший, попадает на NoDigity. И эта игра у нас должна начаться, была уже скоро. Да, вообще она у нас по плану начинается в 9. Сколько там у нас уже? Через 22 минуты. Через 22 минуты, да. Через 22 минуты действительно начнется у нас тот матч. Поэтому пока что мы будем с вами прощаться. Далеко не разбегайтесь. Увидимся с вами уже совсем-совсем скоро. Егейминг Бэтс. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Дота 2 и Хардстоун. Контерстрайк и Старкрафт. World of Tanks и Лига Легенд. EGB.com. Ты точно знаешь. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова